Всем привет, с вами снова Собака, и сегодня у нас необычное с вами видео. Мы пробуем удариться в обзоры, обзоры армибуков. И да, это будет именно обзор армибуков по восьмерке, а не по АОСу там, или еще чему-то, если вообще, если что-то еще. Но я объясню это тем, что сейчас есть три варианта игры в Warhammer фэнтезийная. Это продолжать играть по восьмерке, ну не продолжать, а начать играть по Age of Sigmar, и начать играть по девятке, которая сейчас разрабатывается ЕС-цешниками, думаю все это знают. И мое мнение таково, что АОС все-таки это никогда не будет приоритетом. И восьмерка с нами навсегда, как говорится. Но на девятку огромные надежды, если честно, потому что я смотрел Альфу, я читал ее. Мне очень понравилось, там много вещей именно по фикшену, армии подняты со дна. В общем, в принципе, в принципе, на девятку у меня огромные планы. И сейчас мы с вами попробуем обозреть кодекс, в котором, в принципе, можно будет играть и в девятку, и в который играется, в принципе, и в восьмую, что логично. Так что, да, мы будем обозревать армии Бук Огров, кого же еще. И продолжайте, если вы играли в Warhammer Fantasy Battles, продолжайте в него играть. Все будет у нас с вами хорошо. Мы прорвемся с вами. Ну а так, вы знаете, я думаю, в Warhammer Fantasy это все-таки немножко атмосферно, и вот так вот сидеть его обозревать, мне кажется, это будет неправильно. Поэтому, знаете что, давайте-ка мы с вами немножечко сменим обстановку. Мне кажется, это будет правильное решение. Так вот, продолжаем. Итак, Огры. Пожалуй, начнем. Первое, что, мне кажется, надо обсудить, это Бэк. Да. Как появились вообще Огры? Их создали древние, для того, чтобы они помогали в войне против Силхауса. Древние почти все создали, включая Огров и всех остальных. Да. Вот. То есть, когда Силхауса были повержены, они ушли в горы. Но об этом чуть попозже, сначала, до этого, до того, как они ушли в горы, появился их бог. Да. Великая пасть The Great Moe. А как он появился? Вообще, это метеорит, который упал на землю. Да. То есть, по сути, их бог, это не обязательно бог, еще этого никто не знает. То есть, то, что Гхорн бог, никто не спорит. А вот Great Moe, есть разные теории. То есть, все началось с того, что пролетела комета, она ударилась в землю, вызвала катаклизмы по всей планете. Вот. И в месте ее падения образовалась огромная хищная пасть в земле. Да. Вот. И огры, которые стали, по сути, никому не нужны, то есть, оружие выброшенное. Вот. Они из-за этих катаклизмов лишились своего естественного места обитания. Но это было бы быть еще одна важная вещь. Эта комета, когда она упала, она убила две трети всего населения огров. То есть, их стало очень мало. И это вызвало, собственно, да, катаклизмы, из-за которых они все перебрались в горы. То есть, они поклоняются тому, кто их перебил. Ты ищешь логику, успокойся. Ладно. Так вот. На чем вы знали здесь? Комета. Комета, катаклизм, огры ушли в горы. Горы Мурна. Как они, собственно, называются по сей день. Там они их обжили и обнаружили, потому что они там не одни. Были такие существа Скай Титаны. Небесные Титаны, если на русском, да? Вымершая раса, которой остались только легенды, которую знают в основном только сами огры. Да. Великаны огромные. Это великаны размером с горой. В гору. В гору, да. Ну вот. И, собственно, огры стали охотиться на них и методично их истреблять. То есть, они были огромные, но неповоротливые и глупенькие. Ну, да. Поэтому огры начали на них охотиться. Сначала охотились на хаос, увидели что-то другое большое, начали охотиться на это. Именно. И, собственно, постепенно они их всех перебили. И в какой-то момент они нашли последнего Скай Титана. Он жил на самой высокой горе Мурна. В огромной крепости. И, собственно, без проблем его убили. И, кстати говоря, немножко забегу вперед. Именно оттуда с этих, с этих крепостей, Скай Титанов, были взяты Айрон Бластеры. Но это немножечко потом. В общем, некие орудия, огры, стырили из разрушенных крепостей этих великанов. Да. Вообще, у них, то есть, получается, были орудия, были крепости, но они были сами размером с гору. Но они не могли победить огров. То есть, представьте, насколько они были добродушны. Они готовы. Они были все поровы. Понимаешь? Да, каждый сам себе. Да. Своя крепость. Моя хата с краем. Именно так. Понятно. Ну и у Огрова до сих пор есть такая легенда, то что все-таки где-то скрывается последний этот Титан, который полностью стал горой. Отличная мастеровка. Он прикинулся шлангом, короче. Он лег и уснул. Да. Они прошли по нему и не заметили. Именно. Они и живут на нем, мне кажется. Все, понятно. Так вот. И, собственно, по сей день они наемники. Они дерутся за тех, кто им заплатил. Да. Ну, либо за тех, кто доказал, что он сильнее их. То есть, по сути, как стать тираном? Как стать руководителем ихнего племени? Надо избить, а в идеале съесть предыдущего. На самом деле, вот очень важный момент их культуры, это еда. Ну, это понятное дело. Нет, но ты забыл еще один небольшой момент. Чтобы стать тираном, надо не только победить предыдущего тирана. Надо завалить в рукопашной схватке без оружия, то есть голыми руками, гиганта. Если ты его повалил просто на землю, ты тиран. Но, если ты его еще убил при этом, то тебе дадут великое имя Огров. Но об этом опять же позже. Вот, значит, расскажем чуть-чуть об их культуре. То есть, на самом деле, у этих странных существ богатая культура. И вся она вертится вокруг еды. Вот. То есть, Огров, если дело не доходит до схватки, какой-нибудь спор, то он решается за столом. Да. Вот. То есть, вопросы престола наследия, вопросы дележки территории. Зачастую вопросы просто, кто кого, решаются за столом, кто кого переест. Поэтому, то есть, поклоняются они великой пасте. Едят они почти все, что угодно. Вместо золота в виде платы за свои услуги, они могут взять едой. Если им не заплатили, они съедят того, кто их знает. Кто должен был заплатить. Кто должен был заплатить. Так или иначе, они свою еду получат. Да. И, собственно, они воевали абсолютно почти что со всеми. То есть, они успевали повоевать и с тамбами, и с орками, и с гномами, и с гномами хаоса. Но самый их любимый враг, это вообще северяне. У них даже у всех Огров... Ну, Гены же. Ну, это пащина для войны хаоса. О, хаос. Понятное дело. Но, суть в чем. На границе между горами Мурна и севером есть камень. Для Огров они называют клятвенный камень, или как-то так. Когда Огры хотят биться, они приходят туда, а там уже их ждут северяне. То есть, они уже все знают. Да. Пойдем к камню. Пойдем. У них все по расписанию. Что сегодня? Камню? Да. Камню. Ну и вот. И, кстати, забыл упомянуть, Драгон Огры. Когда они пришли в горы Мурна, там еще жили Драгон Огры. И, естественно, они не поделили территорию. Начался Махач, после чего Огры их выгнали на север. Собственно, и оттуда у Воков как раз-таки и появились Драгон Огры. То есть, Драгон Огры это не просто мутанты, которых выбил хаос. Это такие подвид Огры, которые ушли к хаосу, потому что ничего другого не осталось. Да, их выбили с их родных мест. И, кстати говоря, те Огры, которые дольше всех оставались на самом пиках этих гор, они мутировали и превращались в Йети, кстати говоря. То есть Йети это не отдельно. Йети существуют. Да, снежный человек существует. И Йети это не отдельно. Типрасы это мутирующие Огры до неузнаваемости. Одичавшие. Одичавшие, да. Ну вот. И, собственно, думаю... Ну вот сейчас, вот еще такой большой момент Бека. Это то, что у Огров, они все-таки довольно дикий народ, у них нету организованной иерархии. Ну да. То есть, они живут племенами, разрозненными племенами, которыми управляют тираны. Которые, так сказать, определяют линию партии. Но есть так называемый у них, ну как звание, должность, как это назвать, титул. Титул. Овер-тиран. А, то есть, Овер-тиран это тот, кто формально имеет власть над остальными племенами. Над остальными племенами. То есть, он определяет, вот он может объявить войну, то есть, Огры вступают в войну. Вот Овер-тиран сказал, как племена присоединяются. Но обычно, конечно, обычно, как? Овер-тиран объединяет только в защите, на самом деле, общих королевств, когда всем угрожает опасность. Такое несколько раз было. А обычно Огры, они как? Было массовое переселение всего лишь один раз. Это как раз-таки тогда, когда упала комета. Это так и есть когда. Именно. А обычно, либо это шайка, Огры спускаются с гор. Очень редко это реально племя переселяется. Это бывает очень редко и, как правило, для соседей очень печально. Ну да, нам нужна ваша земля. Вы уходите? Нет. Ну ладно, мы вас едим. Едим. Да. Ну вот. А так, обычный Овер-тиран, конечно, да, он заправляет всеми. Но опять же, это такое, знаете, его ослушаются, но не очень хотят. Ну да, то есть... Формальный титул. Да, формальный титул. Ну вот. Так, ну, пора переходить к правилам. Более-менее бэк мы показали. Ну, просто представьте. Польших наемников. Да, больших наемников, которые главное поесть. Голодных наемников. Да. А, ну и... Немножечко еще вопросов про их бога Пасть. Это, пожалуй, единственный бог, который реально ходит по земле этой. Ну какой? Он расширяется. Да, он расширяется. И Огры верят, что настанет тот час, когда Великая Пасть съест всех. Да, у них даже существует такой религиозный обряд паломничества в Великой Пасти, потому что дойти до нее это пройти, значит, через... Куча испытаний. Куча испытаний. И те, кто идут к Пасти и возвращаются, они обычно возвращаются немножечко другими, сумасшедшими. Да, да, да. Но их очень почитают, потому что... То есть тот, кто... Велик же... Да, всклянул в лицо своему богу и вернулся. Да. Да. Ну ладно, давайте перейдем непосредственно к правилам. Да. И начнем, наверное, с общих правил армии. Да. Ну, начнем, давай тогда с такого, не с самих правил, а с того, что резко выделяет эту армию на фоне других. Стандарт. Вот, то есть первое, что выделяет армию Огров на столе, это то, что, наверное, ни у одной другой армии на столе не бывает меньше миник, чем у Огров. Ну, если только не у... Если только не уходить в павер, как его могут воки со своими колясками, а... Да. Мы говорим о бэковой такой армии. Да, играть более-менее нормально, то действительно Огра — это самая малочисленная армия на столе вообще. Почему? Потому что у любой другой армии есть вот коробки пехоты. У них пехота — это только вот гноблеры, которых на столе почти не увидишь. У них все монстроидальная пехота. То есть все юниты Огров — это такие дорогие, живучие, сильные модельки. Их мало, но мы в тельняшках. Да. То есть такая элита. Элита, да. Ну, в общем, и, собственно, самое первое же правило, которое их выделяет с остальными, это правило Огра Чардж. Почему Огры должны чарджить, и никто не должен чарджить Огров? Безусловно. Именно поэтому любой уважающий себя игрок за Огров должен зачаржить. Собственно, что это правило дает? Это импакты. В сорокатонике это называется Hammer of Rust, но тут Impact Hits. То есть когда чарджит, любая модель Огров с БТВ оказывается в базовой контакте с врагом наносит ему в 10-ой инициативе, то есть получается до всех атак, автохит одной силой. Но не все так просто. За каждый ряд после первого, полный ряд, то есть Огров, поскольку это мастеридальная пехота, опять же, это три модели, добавляется одна сила. То есть у вас три ряда плюс две силы. То есть четвертая или расставить уже в шестую. И самый вкусный момент этого правила на случай, если вы особо везучий. Если вы просто докинули до противника нужное число, дочаржили, нанесли свои импакты, все здорово. Но, если на дистанцию чарджа вы выкинули 10 и более, то вместо одного импакта за каждую модель в первом ряду, которая окажется в БТВ, делается Д3 импакт. И это офигенно. Да, потому что если они едут паровозиком, то сзади они настакают себе силы. Вы видели, как я обычно ходил. Ну да, то есть поэтому паровозики у них и играют, и есть. Так, ну собственно, это такая главная фишка. И сразу скажем заранее, чтобы не остановиться на этом, у всей армии Огров ФИР. На самом деле в ФБ ФИР вещь достаточно классная. Это палка в двух концах. Это не только возможность напугать противника, но и по правилу ФИР ты других ФИРов не боишься. То есть и их напугать тяжелее, и они кого угодно напугают. В Саркатонике ФИР ни о чем, потому что половина всех раз имеет правило «they shall know no fear» или «фирс» или еще какая-то хрень, либо «десятый ледак». В ФБ Ледак решает половину любых вопросов. Да. Ну и вот. И такого правила, как «they shall know no fear» нету. Не, ну как, есть? Не, ну есть, но это реже. Это реже. Правда, и не половина всех армии Огровиков с этим. Дальше их уникальное правило — это «Айрон Фисты». Это уже их особый варгир. Варгир. Ну мы как, переходим уже к варгиру, да? То есть правила у них там... У них это котируется в армии-бук и показано, что это как «спешл-рул». Спешл-рул. Ну это такой... А, ну можно же так сказать. Это спешл-рул, который меняет один вид варгира, который есть у всех других армий — щиты. Да. У Огров нет щитов. Они их заменили чем-то попрактичнее. Это их специальное... Кастеты огромные. Да, это их специальное правило. То есть если вместо щитов Огры берут себе кастеты. То есть это такой большой лист стали. Может быть шипастый, может быть ещё какой-то с крюком, например. Они его надевают на руку. Они только берут кусок железа и вдевают в него, как перчатка. Так, варежка. Варежка, да. Старая варежка. И это им служит как щит. И, собственно, это и отыгрывается полностью как щит. То есть, по сути, просто с точки зрения... Ну, некрасиво же будет, если дикие наёмники с каким-то маленьким таким щитом на руке. Ну, а чем? Берём, надеваем. Да. Дальше лукаут Гноблар. Не будем вдаваться именно в механику и ДФБ. Просто скажем то, что позволяет лукаутить нам. Причём, и раньше огры могли лукаутить. Но по правилу лукаут, лукаут проводится, если есть хотя бы 5 моделек в ряд. Что для огров зачастую недостижимая роскошь. Почему? Потому что они... Наш мало. Да, их мало. Им надо вводиться по 3 в ряд. Потому что монстроидальная пехота образует ряд, если их есть хотя бы 3. И вообще... Мы могём, потому что... Ну, или так, да. Вот, то есть в 3 в ряд встали. Нормально. Ряд у нас есть. А вот лукаута нет. И опа, лукаут Гноблар. И пушка к нам прилетает, и гасит нам половину всей коробки. И проезжается, да. Но тут спасительный сидит, значит, такой Гноблар. Нет, он на штандарте. А, он сидит на фраке. Да, там, знаешь, как на кораблях мачтает. А, понятно, что-нибудь такое... Да, да, о, земля. Даже по Беково так описывается, он смотрит вдаль, и когда он видит, что летит ядро. Ядро. Да, он предупреждает. Земля! Ядро! Уклоняйся, влево, вправо. Да, да, да. Вот, вот все предупреждают, собственно. То есть, вот, оказывается... То есть, он предупреждает одного, то есть, обычно лукаут это как? То есть, героически кто-то бросается на ядро, погибает сам, но спасает своего командира. А он просто уклоняйся. То есть, этот-то уклонился, а сзади не уклонился. То есть, вот так вот работает у них подлингий лукаут. Нет там героизма. Вообще. В общем, дальше переходим к экюпинг, ну, варгиру. Да. Переходим к уникальному варгиру-ографу. Да. И первое, что у нас тут написано, это чейн-трэп. Что это вообще такое? Во-первых, два... Не очень интересная штучка. Не очень интересная штучка, но надо сказать, все-таки... Бьет на 12 димов... Мы скажем, но вы не используете. Никогда. Бьет на 12 димов, шестая сила и килинг-блоу. Килинг-блоу, если в двух словах, чтобы понять, что это такое вообще. Когда вы на шестерку Ту-Вунд брос... На шестерку Ту-Вунд. Когда вы при броске на Ту-Вунд кидаете шесть, вы сразу же убиваете модель. Но... Но... А, если бы нужно всего армора, естественно. Если цель infantry или кавалерия, то, ну да, если и... Кавалерия, да, тоже. Инфантри или кавалерия, то есть не монстр инфантри, не монстр кавалерия. Просто инфантри и кавалерия. Хм, да. и вы выкидываете на ту вунд по этой модельке шестерку, то эта модель умирает, то есть сколько бы у нее вунд там не оставалось, и она не может откинуть регены и арморы. То есть только варды, местные були. Едет там, не знаю, генерал в трех ранах, пришла шестерочка скининг-блоу, провалил вард, убирает из-за стола. Да, то есть такое полезное, рандомное, но иногда жесткое правило. Но Ограф оно никак не волнует, потому что мы все монструозная пехота, есть усиленная версия этого правила, она называется Героик Килинг-блоу, но он настолько редкий, мукальный. Как правило, это один артефакт в кодексе. Да и вообще, это там, по-моему, не только артефакт, это, в общем, сделать Героик Килинг-блоу обычно какая-нибудь одна модель в рост, в лучшем случае. В армии вообще. В армии, да. Ну, дальше. А, для начала, как вообще используется еще Chain Trap? Так вот, Chain Trap, ее могут брать, и то она, даже в базе, да, у такой монстры, а если быть более точной, то у команды этой монстры, Стони Хорн, если это не Хантер, вот, либо Тандер Туск. Это мы ко всему этому потом придем, мы просто вам перечислим, у кого есть, а что это за непонятные слова, такие... Это потом убийство. Это потом, в следующей серии. Вот, вроде бы, один выслан, 20 кингов, ну, сойдет. Он один. Он один? Баллистик уже вступает в дело. Да, сойдет. Килинг-блоу только на шестер. Понимаешь? Если бы не было альтернатив... Да, то есть, этот... Этот варгир плох не потому, что он плохой, а потому, что есть альтернативы хорошие. И эта альтернатива, она бесплатная. Да. За это платите, а другое повкуснее и бесплатно. А теперь... Так. Да. Как вы сравниваете вот этот Чейн Трэп с Гарпун Лаунчером. На него можно бесплатно заменить, собственно, Чейн Трэп. Чейн Трэп меняем на что? В Гарпун Лаунчер. 36 дюймов. Сразу задает градус, как бы, да? Шестая сила тоже. Ну, дальше есть Move or Fire. То есть, если ты подвигался, ты не стреляешь, как в шестой или пятой редакции с ракатоником, с хэви вэпенами. Да. И Multiple Wounds D3. То есть, как такой мини-стреломёт. Да. По сути, это и есть стреломёт. Большая часть. Ну, если бы, с бэковой стороны, это огромный стреломёт вообще других, любых рас, дарков, орков, но Ограны, они бруталы, они держат его спокойно в одной руке. То есть, им нужен арбалет. Арбалет делает дорого. Да. Они подходят к какому-нибудь эльфу, убирают его отсюда, берут у него это всё. И спокойно в одной руке будет. У меня есть арбалет. Вот. Так вот. Move or Fire. К этому моменту мы сейчас вернёмся. Так вот. И вот суть в чём. Это оружие можно дать ещё хантеру, такому персонажу. И тогда это правило будет, ну, оно актуально. То есть, либо он ходит, стреляет, точнее, не стреляет, либо он стоит и стреляет. Но, если данная модель сидит на Стоне Хорне или же на Мамонте, в Тандертуске, это правило игнорируется. Мобильная огневая платформа. А о том, какие плюшки у этих монстров, вот мы скоро дойдём, и всё это будет работать в таком тандеме. К синергии небольшой. Да. Дальше, Огрид Пистолс. Тут два варианта. Либо Брейс, то есть пояс с пистолетами, либо один пистолет. Как у этого, знаешь, пират, чёрная борода. Да. Носил с собой кучу пистолетов. Вот то, что. Ярррр. Да. Сыдила. Один пистолет не имеет особого смысла, он бьёт на 24 дюйма, четвёртая сила, армия пирсинг, квик-то-файр. Опять же, зачем это, если есть два пистолета? Да, зачем один, если есть два? Да, больше и лучше. Кстати говоря, да, и пистолеты у нас стреляют на 24 дюйма. Потому что это не пистолеты. Потому что вот он сначала подошёл к эльфу, уйди, взял стреломёт, это мой арбалет, так, нужен пистолет. Да. Подошёл к имперцам, отобрал ружьё, вклеил эти ружья, как-то ещё, в одно, и использовал их как пистолет. Это теперь пистолет. Это бэк. Ну вот. Так вот, пояс пистолетов тоже 24 дюйма, тоже четвёртая сила, армия пирсинг, но мультиплэшонс 2. И к тому же, самое главное, даёт дополнительную атаку. В ближнем бою. В ближнем бою. То есть, это такая, это стрелковое оружие, которое аппает и в ближнем бою. Это огромный бонус для определённых юнитов, о которых мы позже будем рассказывать. Вот. То есть, кому-то это туда-сюда, а вот кому-то это просто мастхэв. Да. Ну что ж, теперь непосредственно к юнитам. На этом их особый эквиппинг заканчивается. И переходим к юнитам. К юнитам. Юнитограф. Значит, собственно, открывает данный список у нас тиран. Кто такие тираны? В принципе, это уже звучало раньше. Да. Это лидер племени. Главаль. Причём, который рулит кулаками. Да. То есть, не умом, так силой. Именно. Давайте пройдёмся немножечко по его параметрам. Если что, если кто не знал, в ФБш немножечко другая линейка параметров. Сначала идёт мувмент, параметры мувмента. Потом уже ВС, БС и так далее. И тут отсутствует такой параметр, как сейв. Ну нет, он не фиксированный. Да. Он не фиксированный. То есть нет, там, как вы смотрите, СВ 3+. Если что. Так вот, начнём. Мувмент 6. Что очень круто. Да. Вот на самом деле, получается как? Средний мув в ФБшке это 4. Ну, то есть как, империя это всегда, вот люди в любом фэнтези это середнячки во всём. Так вот, люди и здесь середнячки, а вот у них мув 4. То есть, есть кто-то, кто движется медленнее, гномы, есть кто-то, кто там, бегает быстрее, там, эльфы, скейлины, какие-то ловкие всякие расы, да? А есть огры, у которых один шаг, это там, они ходят, как гномы маршируют. И это не шутка. Да, то есть гномы это 3-й мув, значит 6-й марш. Да. Огры 6-й мув. Да. А марш как ходит кавалерия. Да, марш у них как быстрее, чем кавалерия. А мув кавалерия. Да. Ну, ладно. Так вот, мувмент 6, вэпн скилл 6, что неплохо. Ну, да. Могло быть и лучше, но неплохо. Да. Болисик 4, сила 5, тофна 5, что очень круто. Дашь самый смак, ран 5. Это самый жирный герой в игре, наверное. Ну, да. Есть вот, как бы, мы классифицируем их как герои собери сам, то есть не именные, а такие герои, у которых вот в любом, еще в Саркете тоже есть вот такой огромный список заказчиков. То есть там у Ордхауса какой-нибудь, то есть не именной, а просто у топа. Так вот, этих героев собери сам, среди этих героев собери сам, которые в ФБшке, ну, очень популярны, потому что это, 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 Курбик. Ну, всегда можно собрать лучше, чем именного. Да, по большей части. Нет, есть уникальные меню, которые настолько, да. И вот, из вот этих вот универсалов, которые можно, которых надо закачивать. 5 ран ты нигде не встречаешь. Да. То есть 5 ран, это такое, абсолютное несовершенство. Да. И их, его характеристики, то есть, пятая сила, пятая тофна. Уже в базе. В базе. Это означает, что этот герой запросто берет и экономит на оружие. Например. То есть, он и так пятая сила наваляет. Да. Дальше идет небольшой минус. Это четвертая иноциатива, что для, кстати, надо сказать, то, что в ФБ есть несколько слотов. Собственно, это слот лордов, это усиленные персонажи. Да, самые сильные герои. Да. Слот героев. Это герои послабее. Да. Слот коры. Это трупса, который необходимо... Минимум надо забить 25% очков всей армии. То есть, это должна быть основа в армии. Да. У вас все равно должно быть кора. То есть, если в сракете это могут быть просто, допустим, по стандартному фоку два отряда, то есть, можно самых там дешевеньких... Скаут. Ну, да, 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 что-нибудь такое маленькое взять, то здесь нужно именно в очках 25% от роста. Обязательно надо отрезаться. И, собственно, лорды это 50% может быть, герой 50%, кора минимум 25%, спешл тоже максимум 50%, и рарки там... Максимум 25%. Да. То есть, да, тут не по слотам, тут по процентам. Да, но это мы так, опять же, правило упадем, то есть, возвращаемся к нашим зановичкам, к нашим баранам. Да. Так вот, инициатива четвертая, что для лорда хтхшника плохо. Но могло бы быть и хуже. Опять же, да, но просто все будут бить раньше, чем мы. Ну, не все. Если только тот не сгрейд вебом. И тот не эльф. Ну, есть лизарды, есть гномы, они все бьют, ну, средние, в общем, это средний крицет. Да. Пять атак, опять же, очень круто. Пять атак в базе, это очень круто. Мало кто, опять же, может этим похвастаться вообще в базе. Девятый редак, что, ну, это хорошо. Для всех армиографов это великолепно. Да. Но хочется все-таки потом скажем. Хочется все-таки исчезти, чтобы где-то был десятый. Ладно, обделили. Вот. Если ты справа, ну, Fear я говорил, Ogre Charge тоже. Это понятно. Но Fear и Ogre Charge здесь почти везде. Да. Ну, будущее даже не будем его озвучивать. Да, то есть, просто, все, что огрообразное, то есть, не какие-нибудь там кошечки, монстры, все, что огрообразное, то в любом случае меня. Кошка Fear. Это мы отдельно скажем. это мы отдельно. Но не Ogre Charge. Нет, но не Ogre Charge. Это не кошка Charge. Кошка Charge. Так вот, по поводу заказчиков, на самом деле, не особо все круто там. Опять же. Там мы можем дать ему Iron Fist. Мы уже говорили, что это такое. Но не Ogre Charge. Базовый equipment, этого war gear, это Light Armor, то бишь, шестой сейф, и обычный Hand Weapon. То есть, если мы берем щит, у него сейф получается пятый, потому что Light Armor шестой, щит дает плюс один к сейлу. И тем самым получаем пятый сейф и шестой парирующий, что парирующий нам, давай честнее, не нужны. У нас будет в Варде и место него. Варде это имбули, если что. Местный имбули, и вот, опять же, мы не будем вдаваться в какие-то подробности правил. Для этого, может быть, будет отдельный вопрос. Но, вот такие вот бросающиеся в глаза моменты мы бы озвучили. То есть, в отличие от того, что ракета, мы будем проводить аналогии с ракетой. Ну, чтобы вам было понятнее. Да. То есть, в отличие от с ракета, здесь имбули, мы будем Варде называть имбуляем, чтобы попроще было. Да. Здесь имбули кидаются после слива. То есть, если сливом не получилось, то может с ингулем получится. И есть такой сейф, он называется парирующий сейф. Это сейф на 6+. То есть, чудом все-таки отбить удар. Он работает только, если у тебя меч там, ну, hand weapon и щищит. Да. То есть, в очень небольшом списке случаев он имеет место быть. И он только на шестерочку, и вот он кидается вместо варда. А так вард кидается после. Для героя не нужно. Для коры какой-нибудь пехоты круто. То есть, если это каждый рядовой какой-нибудь человечек будет отбиваться на шестерку, это круто. Но когда, извините, ваш генерал, да, вы героем... Хочется чего-то лучше. Генерал может себя посильнее защищать. Ценная фишечка. Соответственно, дальше это дополнительное оружие. То есть, чтобы у него было два оружия, у него будет шесть атак. Неплохо, но по сравнению с тем, что мы можем дать ему, не нужно. Абсолютно. Вот, кстати, очень важный момент, очень важный момент. У лордов и героев, вообще у персонажей, значит, у ФБ, есть такой лимит магической закачки. То есть, это такой, это такой определенный набор очков. То есть, у лордов это обычно сотня. Обычно, есть исключения, но обычно, у большинства армий. У лордов это сотня, у героев это 50 на одно рыло. Но, бывают исключения. Ну, опять же, с исключениями. Это количество очков, на которые данный персонаж может закачать себя не вот обычным вот этим вот списком. Да, списком. Эквитментом. А другим, магическим, который есть в артефактах. Это артефакты. Из армии бука. Армии бука. Или из армии бука. И огромный перечень разнообразных артефактов. Магический армор, магическое оружие. Они послуток. Они послуток. Вот кто играл в героичек, тот помнит, что вот на героя своего можно нацепить магический шлейф, магические ботиночки. То же самое. И вот этого можно набрать на сотню очков. Так вот, очень важный момент, который положительно выделяет героев окров на фоне остальных, я считаю. Это то, что они начинают уже базово с хорошими характеристиками. То есть они могут на каких-то артефактах, например, на защитных, поэкономить и полностью уйти в дамаг. То есть, например, я могу сравнить с темными эльфами. Какого-нибудь того же лорда хТХ-шника профильного, дредлорда, которому надо закачаться, по сути, на все свои вот эти сто очков, чтобы иметь такие же характеристики. И тот, у тебя не будет петеран. Да, а петеран вообще не может быть. Вот. А значит, такой веселый тиран уже с этого начинает. И идет просто дальше. Но, не думай, потому что все так великоретно. Есть ложка дегтя. Огромная, я бы сказал. Да. Это Саевые. Да. Саевые, ну, опять же, не будем ходить далеко в правила, Саевые в ФП-шке они не просто имеются... Ну, я думаю, это много кто знает. Да, они как бы раскачиваются. И раскачать многие расы себе могут сейф, ну, по крайней мере, на лордах. До первого. До первого, либо второго. Вот, окры, максимум я раскачал от тирана до третьего. Да, есть один артефакт, который просто сразу дает второй, но стоит бешеных бабок, отрезает половину очков. Нет, не вариант. В общем, максимум можно раскачать до третьего. А третий, это плохой сейф для лорда. Почему? Потому что, вот, не, когда лорд уходит в челлендж, третий сейф, он аннулируется. Да, то есть, хорошая сила, она его все равно снизит до шестого, до пятого, до ненадежного сейфа. Против обычной пехоты, причем бы и нет. Против имперских, не знаю, мечников с третьей силы, да, третий сейф кидать отлично. Ну, то есть, просто, идея в том, что огры не должны именно концентрироваться на том, как остальные расы. То есть, я должен, в первую очередь, закачать себе первый сейф, а дальше я буду думать уже, что мне еще взять. А огры, у них не будет сейфа, ну и не надо. Надо с этим смириться. Они могут уходить в регенерацию, в борту, и все остальное чисто в урон. То есть, пять вунт ты мне за одну, как сказать, фазу не снесешь, а вот я тебе снесу. Да. Вот. Ну, в общем, тиран, главный, хтхшник, нарезатель, огры. Но, я бы не сказал, что его следует брать в любом случае. Это да, это да. Есть, теперь, ну, давай будем рассматривать не просто сначала всех лордов, давай рассматривать как. Вот есть, да, есть лорд, хтхшник, есть герой хтхшник. Это брусер. По беку, это такие, знаете, фсбшники тирана. Они следят за порядком, они следят за то, чтобы племя оставалось лояльно своему тирану. Если что, доносит, и того, ну, вы понимаете. И того зовут на обед. Да, того зовут на обед, причем в качестве блюда он сам. Ну вот, но при этом, естественно, брусеры это непосредственные конкуренты тирану тоже. То есть, они посматривали, чтобы никто кроме них не сверг тирана. Да. По факту, да. Ну что ж, по статлайну, в принципе, похоже. Только ВС пятый, ран четыре, инициатива на одну меньше, атака на одну меньше, и редак тоже на один меньше. Это тот же самый тиран, только поменьше. На единичку. Он меньше. Чуть-чуть поменьше. Собственно, и как уже сказал мой товарищ, на 50 очков его можно скачать, но это нам не нужно. Почему? Почему? Потому что в ФБшке есть такая замечательная вещь, как БСБ, Battle Standard Bearer, Знамя вашей армии. Да. Для окров это просто как вода необходима, потому что окров все плохо с ледаками. Вообще, что дает Battle Standard Bearer? Да. Вы берете такой апгрейд своему хтхшному герою. Вообще, в армии обычно имеется один, ну, максимум два персонажа, которые могут в свой эквипмент добавить БСБ. Он их сильно ограничивает, то есть он накладывает на них такую определенную опасность быть убитыми даже без боя. Мы скоро об этом скажем, да. Вот. Он режет им количество закачки, которые могут себе взять. Ну, то есть они могут взять просто знамя армии, а могут его магическим сделать. Если он берет магическое, магический артефакт он больше не берет. То есть только магическая тряпка. Да. Но, как правило, магическая тряпка того стоит. Да. Но, сама по себе эта тряпка в армии необходима. Причем она необходима почти... Не всем армиям Ограм необходима. Ну, она почти всем полезна, а Ограм она необходима. Да. Почему? Потому что в 12 дюймов такой бабл от БСБшника реройл ледака. Любой юнит может свой провальный ледак зареройлить. И, вроде бы, вот опять же, в реалиях с ракета звучит не особо... Безполезно, я сказал даже. Ну, а кому реройл? Везде финанс у нас. Ну, в общем, это туда-сюда. А вот в ФБ по сути любой бой он рано или поздно решится ледаком. Да. Здесь особо никто до конца не дерется. Кто-то рано или поздно... Главное, опрокинуть оппонента. Да, то есть не убить, а опрокинуть и побежит, догнать и идти. И, опять же, быть БСБшником достаточно опасно, потому что если его убивают, именно убивают в ХТХ, вы даете оппоненту 100 победных очков. Да. Ну, и вот, значит, про ту опасность. Как его можно лишиться? Знамя вручают самому бесстрашному, самому такому героическому, ну, даже относительно огров-герою такому племени. Кто-то может съесть больше всех еды. Да, вот кто доказал, могу больше всех съесть, меня с места не сдвинуть, вот и неси тряпку, да. Есть такое правило, что если ваш отряд побежит, побежит, и в нем был БСБ, или просто знамя. Да, любой знаменной. То есть, произночник это такой супер знаменосец, герой знаменосец. Да. Вот, то все знаменосцы, они умирают. То есть, это с точки зрения Пека описывается тем, что все побежали, а они не остались до конца и были убиты, вот, значит, героически держа свой штат. В общем, Брузер для этого только и нужен. Он сам по себе может тоже драться и очень хорошо, Любой может только драться. Да, любой может драться, но он особо хорошо может драться, дать ему Great Weapon плюс две силы. У него будет седьмая сила и где-нибудь там с задних льдов, поддерживающий атакой. Да. То есть, под удар, почему его не надо закачивать? То есть, если вы берете тирана, вы именно сознательно делаете из него машину для убийства. Да, машину для убийства в ХТХ. А вот, если вы берете уменьшенную его версию, вы не делаете уменьшенную машину для убийства, вы даете ему знамя и стараетесь его вообще, чтобы он, ну, под удары врага не попадал, стоял где-то сзади, раздавал свой волшебный бабул. Кстати, надо сказать еще одну вещь. Да. По правилам Monstrous Infantry у нас поддерживающие атаки делаются до трех атак с модели. Да. То есть, что такое поддерживающие атаки? Вот стоит у вас первый ряд, который в базовом контакте с врагом, он бьет все свои атаки. Да. А в обычных, то есть, инфантрии, допустим, обычная пехота, вот второй ряд может нанести поддерживающие атаки. То есть, одна моделька, одну атаку. Ткнули до трех. То есть, что, опять же, если он стоит сзади, он берет и три атаки в таски. По пятому вопенскилу седьмой силой очень круто. Да, то есть, это бешеную увеличивать полу атаку. Да, бешеную. Ну, в принципе, на этом можно закончить рассматривать брузера. Да. Дальше идут наши маги. Это отдельная песня. Да. Слотермастер, герой. Слотермастер. Лорд, бутчер, герой. Слотермастер, опять же, его статлайн. Шестой мувмент. Четвертый вопенскил. Ну, баллистик нам не важен, но для справочек у него третий. Четвертая сила, пятая тафна, пять ран, четыре атаки и восьмой леда. Я напоминаю, это маг. 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 Как вы представляете фэнтези любого мага? Это либо такой старец с посохом, то есть, да, он оброшивает на противника магическую энергию. Там шторма какие-нибудь. Да. В итоге к нему подходит, прорывается из уже израненной его магии какой-нибудь рыцарь. Так к нему приходит просто какой-нибудь калека и убивает его. И сносит голову уничтоженного там уже старикашки. Что происходит с ограми? То же самое, летят шторма, все это значит происходит, прорывается к нему израненный рыцарь и он его убивает сразу. Да. Все. То есть к нему приходит профильный хТХ-шник и получает в лицо от мага. Да. Причем мы ему даем great weapon плюс две силы и он уже бьет шестой силой. И это и есть главная причина, почему тиран, я бы вот не назвал его таким must have. Это не must have. Да. Не самым лучшим вариантом на небольшие очки. Почему? Вот маг, он почти в любой армии нужен. Кстати, мы забыли важную вещь. Какую? Сколько стоит бруйзер? Ну да. 110 очков он стоит. Ну вот. Возвращаемся к магам. Да. К нашим магическим баранам. Магический баран. То есть это маг, который наваливает в хТХ, но у него свои ограничения. Кстати, очень важный момент, мы забыли, значит, рэпбэк, мы говорим сначала все-таки о рэпбэке каждого героя. Скажи, как они колдуют. Какой у них особый способ колдовства? 105 очков бруйзера, я вам наших собрал, но не важно. В общем, как происходит вообще магия у огров? Обычные магии, это что? Они цепляются, не знаю, в ветра. В ветра магии, да, выпускают через свои тела. Огры. Они, во-первых, просто так в бой не идут. У них с собой куча мешков с разной жратвой. Это повара, болевые повара магии. Они, допустим, хотят, они, не знаю, сокрушить кости врага, да, они смотрят на этот отряд. Они знают, вот обычный маг, он знает, чтобы сокрушить кость врага, надо прочитать из своей книжки то-то, то-то, то-то. Маг, Огрыф, знает, чтобы сокрушить кости врага, мне надо съесть вот это. Да. Они достают кости, запихивают его себе в рот и жуют, и смотрят на этот отряд. У отряда начинают ломаться кости. То же самое. Хотят, не знаю, дать регенерацию своему отряду, они дают кишки троллей, троллей и едят. Он не в нём. И тогда, да, отряд получает какой-то баф. Так вот кастуют Огры. У них магия не в разуме, а в желудке. У них волшебный желудок. Да, да. Собственно, он, ну, Солтер Мастер, стоит 250 очков. И еще, небольшая такая плюшка, не скажется, что это очень круто, но приятно. Все маги Огров иммунны к яду. Почему нет? Ну вот, естественно, ну, такого же хтхшника, как тирана, из него не сделаешь, но это и не нужно. Он почти равен профильному хтхшнику других армий. Но, опять же, я вот не могу сказать за все армии, я его сравниваю со своими темными эльфами. У меня профильный хтхшник по своим, вот именно просто по своему статлайну, то есть мы не говорим о сейве, который у темных эльфа нормальный, да, то есть мы говорим просто про статы. Он слабее, чем маг Огров. То есть маг его в открытом районе ему морду набьет. Спокойно. Да. А, и еще, то, что, опять же, апает магов, наша школа магии, у каждой школы магии есть какая-то пассивка. Да. Какая пассивка у нашей школы магии, магии Great Moe? Когда мы... Ну, сейчас, чтобы подчеркнуть снова магов, когда мы удачно скастываем заклинание, его не аденайли, мы кидаем кубик. На 2+, мы получаем обратно свою рану. То есть мы еще и регенимся. Нам бьют лица, мы регенимся. Что очень круто. Что делает их нереально живучим. Ну, это... с точки зрения Бека это адекватно. Неадекватно с точки зрения логики, а адекватно с точки зрения Бека. Логика оставь при себе. Кому она тут нужна? Как в Скайриме. Тебя побили, да? То есть ты там на паузу ставишь, и ты начинаешь наюда. Вот он то же самое. Он наюдает? Обожди! Я ем! И все. Да. Стоит он 250 очков. Достаточно дорого. Но он того стоит. Его младший брат Бучер стоит всего лишь 100 очков. Максимум может быть... Максимум может стоить... Ой, стоить. Господи. Максимум может быть второго уровня. Ну, не такой сильный, конечно. Его статлайн... Это на маленькие очки выбор. Ну, да. На маленькие. Его статлайн, конечно, похуже. Это третий випонский луч. Четвертая сила, пятая тахна все равно. Четыре рана, вторая инициатива, три атаки, и седьмой этак. Похоже, но, опять же, никто этим похвастаться не может. Есть еще одно такое, вот, вроде бы ограничение, вроде бы такой нерв определенный для окров, но в их реалиях это и не баф, и не нерв. Это вот особенность выбора школы. Да. То есть, в остальных армиях, ну, за исключением, по-моему, там болт, там вот тоже есть какие-то обязательства такие. Да? По-моему, да. Ну, не берусь. Хорошо. Говорить за это точно, но, опять же, попробую. на примере «Темных рейфов», да, то есть я взял себе мага, я выбираю из любых школ, какую я хочу себе школу. У окров, первый маг в вашей армии, за одним исключением, о котором мы сразу после этого скажем, за одним-единственным исключением, если вы в армию берете мага, то первый маг обязан идти по родной школе. Да. Она хороша, поэтому это даже не ограничение. Оно must have. Она сама по себе, в отрыве от армии пука, она хороша, но она просто идеально создана под огров. Она затыкает их слабые места. Но они, опять же, давай попозже немножечко. Да. О магии мы отделяем. Да, если скажу, то, что огра знает такие лоры, как, ну, понятное дело, свою родную, лору бестов, лору смерти и лору небес. Бестов не бестменов, а беста. Да, да, да. Не пусто, конечно, но на самом деле им резко кто пользует, потому что всегда берут свою родную лору. Да. Переходим к следующему. Да, фаербелли. И это как раз-таки тот самый способ обойти это правило в том плане, что взять мага в армию, допустим, одного-единственного, который не обязан будет идти, но это не столько оправдано, сколько интересно. Да. Мы можем обойти правило с ограничением на вот лоры и взять лору огня, которая у остальных магов не предусмотрена. Это лора огня, да. Он может сидеть только лишь по ней. Он может быть максимум второго уровня. Стоит он. 120 очков. Но у него есть пара прикольных плюшек. Во-первых, у него четвертый вард от огня. Прикольно. Он приятно. Он заменяет иммунность к яду на четвертый вард от огня. И на самом деле это равносильнее. Да. И есть немножко в беку дарится. Фаербелли. Это жрецы вулкана. Не спрашивайте, почему. Так ГВ захватил. Ну так вот. Мы молимся пасти, вулканам. Все, что в земле и опасно, нам нравится. И вторая его плюшка, которая делает его... Это заставляет задуматься взять. Да. Это огнеметный шаблон четвертой силы. Это Брис Уэп. К сожалению, у нас удалился момент, где мы обсуждали с Хантером. Не знаю, почему. Вот такая вот у меня капризная камера, поэтому давайте его обсудим мы с вами наедине. Наедине. Хантер это герой. Он занимается от героя. Его статлайн это шестой мувмент, пятый ВС, четвертый ВС, пятая сила, пятый Тафна, четыре раны, третья инициатива, четыре атаки, девятый ледак. В принципе, по статам он хорош. Мне он очень более чем устраивает, как я даже сказал. Пятую силу имеете, пятый Тафна, круто. Самый крутой у него то, что у него девятый ледак. По сравнению с остальными командирами Огров, он крутой, но есть ложечка дегтя. Она заключается в том, что он не может быть вашим генералом и он не может присоединяться к какому-либо отряду, кроме кошек Сабертус Пак, К ним мы вернемся немножечко дальше. У него спешл рул как раз таки есть, вот этот лонар. На этом все. В эквипменте у него Great Throwing Spear, он метает копья. На 12, плюс одна сила, Quick to Fire, то бишь плюс одна сила, у него в базе пятая сила, эту пятую силу мы плюсуем к этой одной, получается шестая сила, то мы метаем копье на 12 дюймов шестой силы, в принципе круто я считаю, он всегда ходит один, то бишь получается, что он всегда такой мини-диверт, который скорее ловит вражеские диверты, ему можно дать собственно за 10 очков птицу, которая будет стрелять на 36 дюймов четвертой силой, и в норм ковра, и Quick to Fire, что в принципе, если честно, абсолютно бесполезно, на мой взгляд, по крайней мере, просто потому, что, опять же, есть лучше, сам Хантер, кстати говоря, стоит 130 очков, есть лучше, есть гарпун лаунчер, который мы уже с вами обсуждали, плюс ко всему этому есть в конце концов и копье, также, также, отличительная черта Хантера в том, что это единственный персонаж может, который может садиться на маунт, он может садиться на Стонхорна, это круто, спасибо, что хоть кто-то может у нас садиться на маунт, потому что нас с этим обделили, причем конкретно, у нас никто, кроме Хантера, собственно, садиться не может, и да, это дополнение стоит 250 очков, но иногда это того стоит, ну что ж, это Хантер, возвращаемся, итак, кошки, дальше у нас тут кошки, это слот спешелов, 21 очко, вы их уже не раз видели в видео, что они делали, это божественный юнит, почему, выполняет миллион функций, стоит очень дешево, дешевый серди, да, ее статлайн, это восьмой муф, четвертый ВС, нулевой ПС, он и нафиг не нужен, четвертая сила, четвертая Тафна, две раны, четвертая инициатива, три атаки, четвертый редакт, но на самом деле это ладно, к ним, во-первых, это не соло юниты, это можно брать в отряды, и героев к ним нельзя против меня, только лишь хантера, но не их к отрядам нельзя брать, то есть их нельзя в отряды совать, можно взять хантера, и к нему много кожи, в таком случае, мы в МТХ-7 со шестым, они получают Свифстрайт и получают Вангвард, на 12 подвигаться после деплоя, и они не могут получать ледак генерала и использовать плюшку БСБшника, проще говоря, если вы не водите их с хантером, а водите их правильно, то есть по одной кошечке, разбегаясь по всей карте, вращая все вражеские коробки, как вам угодно, пробираясь в любые места, благодаря своей мобильности чудовищной, вы, так сказать, играете ими правильно, а если они побегут с их четвертым ледаком, учитывая, что они не используют ни леда генерала, ни БСБ, они уже не останавливаются, то есть это одноразовый мид, он выполняет свою работу, пока он не опасался. Ну что ж, дальше, это Кора, это, собственно, Огры непосредственно, то есть мы говорим Огр Киндомс, мы говорим об Ограх, да, в простонародии пули, пули, их, во-первых, 30 очков за модель, минимум 3 модели в отряде, их статлайн, 6-й мув, у всех Огры шестой мув, собственно, ну вот, 3 ТВС, 2-й баллистик, 4-я сила, 4-я Тафна, 3 раны, 3 атаки, 2-я инициатива, 7-й ледак. Это круто. Я считаю, их сразу надо сравнивать с их аналогом. Да, тоже, который занимает слот Коры, стоит 43 очка, это Iron Guts, это их тяжеловесные братья. Разница у них в броне, они лишаются своего пари сейва за Iron Fist, за свою железку на руке, но сам сейв у них лучше на единицу, вместо 6-го. У них уже хэви армор, как бы. У них уже есть хэви армор. Самое главное различие, вот, в чем, собственно, на разница, это варгир. Да. Именно оружие. Но единственное, что плюс, плюс, Булей 7-й ледак, Iron Guts 8-й ледак. Ледак, и Огроф. Важно, важно. Вопрос в том, вам нужно больше бунт, просто вот, для вашего, допустим, героя, который будет с ними ходить, тогда вы берете Огроф. Огроф. Либо вам нужно, именно чтобы сам отряд нарезал, тогда вы берете Iron Guts. Они могут брать магические знамена. На 50 очков. На 50 очков, что очень круто. В отличие от Булей, которые берут на 0 очков. На 0 очков. Да. И, собственно, непосредственно, сами сержанты, что Булей, на самом деле, что Iron Guts, в челлендже могут ушатать даже героя. Да. То есть, это единственное, что их хоть как-то балансит, хоть как-то балансит. Это, они, сержанты, вообще, во многих армии, они могут брать себе магическое оружие из-за рульбука. Да. Эти не могут брать. Не могут. Но им это нафиг и не нужно. Три вунды, четыре атаки, четыре атаки. Можно до пяти у Булей раскачать. Да, у Булей до пяти атак. Четвертая этап на три вунды. Это, это герой. Это герой. Это реально мини-герой. Что очень круто. То есть, в каждом отряде сидит по мини-герому. Да. Собственно, это вот два основных выбора в Коре, между которыми всегда все метаются. Да.